Доброе, насколько это возможно, время суток. Мы приближаемся к дню 9 ава. И пришел такой вопрос. Я, как говорит, я не чувствую связи с храмом. И что мне делать 9 ава? Я помню, что 9 ава это пост, 24 часа, который связан с разрушением 1-го и 2-го храма и изгнанием, и многими другими траурными событиями, как, например, то, что мы помним сейчас, это изгнание из Испании, начало Первой мировой войны, которая привела ко Второй мировой войне, катастрофе европейского еврейства и другим травмным событиям. И, казалось бы, простой ответ, ну, как бы скорби о том, что ты чувствуешь связь. Например, с чем ты чувствуешь связь? Например, о катастрофе европейского еврейства. Это легитимный подход, но это не отвечает на вопрос, потому что пост установлен в памяти разрушения 1-го и 2-го храма. Есть другой подход, как говорить, что человек, который не чувствует скорби, должен скорбеть о том, что он не чувствует скорби. Это тоже, казалось бы, легитимный подход, но это вызывает у человека чувство вины, что он должен скорбеть, что он что-то не чувствует. Это иногда непродуктивно. Поэтому я приведу другой подход, связанный, опять же, с источником. Мы знаем, что читаем, все, кто когда-то был в Хатиногоне 9-го ава, и даже читал про историю 9-го ава, мы читаем «Плач Иеремии», это по-русски называется, на иврите называется «Эйха», это часть Танаха, и «Lamentation» по-английски. И это свиток, который был написан пророком Ирмиягу, правильное имя Ирмиягу, за несколько лет до разрушения 1-го храма, и вызвал гнев у тогдашних вельмож и у тогдашнего царя Южного царства Иудеи. Помните, Северное царство было разрушено еще до этого. И он начинает с слова «Эйха». Теперь «Эйха» – это производное от слова «Их», «Ихатамаргиш», все это знают, кто знает иврит, «как». Но там появляется буква «Хэй» в конце. Почему это важно? Потому что слово «Эйха» пишется как другое слово из начала книги Берешит, «Аека». Это зависит от вокализации, от «накудот». И «Аека» означает «где ты». Это редкое слово, и это вопрос, который задает Всевышний первому человеку, когда первый человек совершает грех и прячется. Всевышний ему говорит «Аека». Вопрос в одном слове – «где ты находишься?». Очевидно, что Всевышний знает, где находится первый человек. Так что ему не нужен GPS Всевышний, чтобы знать, где находится первый человек. Это риторический вопрос. Где ты находишься духовно, ты прячешься после того, как ты совершил грех. Почему это важно? Безусловно, если слово пишется одинаково и вокализуется больше, чем в одной форме, то есть связь между этими значениями. Но если вы думаете, что это случайно, обратите внимание на то, что сказано в недельной главе «Дворим». Да, это первая недельная глава книги «Дворим». Второзаконие по-русски дьют иронами по-английски. И, кстати, эту главу читают и часто перед 9 ава. И автора, отрывок из пророков, это называется «Хазон». Да, читают «Шаббат Хазон». Это обличение пророка Ишайяу читают перед 9 ава. И Моше в этой недельной главе описывает грех разведчиков. Вы помните, что 1-я 9 ава, это была ночь, когда евреи плакали без причины. После того, как разведчики очернили землю Израиля, евреи не хотели туда входить. Я напомню, что это примерно было через полтора года после выхода из Египта. Всего евреи были в пустыне 40 лет. Это важно, хронология важна. Мы сейчас находимся примерно через полтора года после выхода из пустыни. И из-за того, что евреи отказались входить в Арцисраиль, Всевышний постановил так, что это поколение останется в пустыне и умрет в пустыне. Те, кто не хотели войти в Арцисраиль, за исключением женщин и детей, это поколение умрет в пустыне. Но их дети Тафф, Тафф это маленькие дети, Тет, Пей, Наеврити, которых они опасались, что они говорят, что если мы пойдем воевать с кнаонейцами, у нас нету, так сказать, навыка, у нас нету достаточно сильной армии, кнаонейцы нас победят, иначе дети будут им добычей. Всевышний им сказал, что как раз наоборот, ваши дети войдут в Арцисраиль. И вот Моше говорит, пересказывает эту историю, и ваши маленькие дети, о которых вы сказали, что они будут добычей, и ваши сыновья, дословно, или более старшие дети, и эти дети, которые не знают различия между добром и злом, они туда войдут. В чем здесь есть некий парадокс? Моше говорит, вся книга дворим в Таразаконе, это речь Моше, которую он сказал в последние дни в своей жизни. Он начал это в Рошхода Шват и закончил перед своей смертью седьмого Адара, то есть 36 дней. И, конечно, это происходит в последнем сороковом году. А таким образом, в последнем сороковом году это выражение выглядит очень странно, потому что эти маленькие дети, которые не знают между добром и злом, уже взрослые люди, даже, я бы сказал, не говоря, как вы на это смотрите, можно сказать, в возрасте зрелости или даже пожилые, и они готовы войти в РЦСР. Например, если мальчику, допустим, было или девочке 10 лет, в то время, когда был грех разведчиков, то им сейчас 48 лет. Они уже взрослые люди, и мы надеемся, различают между добром и злом. Почему Моше, как кому он это говорит? Дети, которые не знают между добром и злом, он сейчас говорит с этими детьми, поэтому этот пасук непонятен, если вдуматься в него. это мы сейчас находимся в первой главе книги Дворим, пасук 39, кто-то хочет посмотреть. И поэтому Графурман говорит, что здесь товара, это в Танахе всегда намек на дерево, этздаат товара. И поэтому Моше говорит, что ошибка, корень ошибки разведчиков был в ошибке первого человека, который вместо того, чтобы принять определение добра и зла, который дал Всевышний, я считаю, что он сам, он как Элуким, у него тоже есть силы, он сам может совершить такое добро и что такое зло, что такое хорошо и что такое плохо. Если вы думаете, что это очень отвлеченная концепция, мы видели это в 20 веке и до этого примеры нам очень знакомые, например, коммунисты или сталинисты решили, что уничтожить миллионы людей это хорошо, а не то, что они были, так сказать, какие-то люди связаны с криминалом, криминал бы даже такой не сделал в таком размахе, а систематически уничтожать, порабощать, так сказать, обрекать на годы рабского труда миллионы людей, это было хорошо, потому что это нужно было, как они понимали, для классовой борьбы, для развития промышленности, для построения социализма, для мировой революции, каждый по-своему. И то же самое, нацисты, они решили по-своему, что такое хорошо и что такое плохо, и придумали свои законы, о которых мы все знаем. И если вы думаете, что это случайно, мудрецы говорят «хаман», на иврите, это, помните, враг евреев в свитке Эстер, который хотел их убить, и он происходит по простому пониманию, он потомок Амалека, и где он упомянут в Торе, как он может быть упомянут в Торе, он жил через тысячу лет, после дарования Торы, примерно, где он упомянут в Торе, мудрецы говорят «хамин хаец», «хэймэмнун», это пишется так же, как «хаман», «хамин» – это «из», «разве из этого дерева», дословно, от этого дерева. И если вы думаете, что это игра слов, нет, Амман мог существовать потому, потому что, как мы сказали, первый человек съел от этого дерева познание добра и зла, и он создал духовную возможность, что человек может сам решать, что такое хорошо и что такое плохо. И Амман решил, как потом сделали нацисты, что уничтожить еврейский народ – это хорошо. Почему? Если он сам решает, вот он так решил. И поэтому мы видим, что в некотором смысле разведчики сделали ту же ошибку. И Эр-Цесраэль – это, конечно, географическое понятие, это земля Израиля, которая очень важна, и, безусловно, евреи должны были туда войти, но на более, так сказать, другая грань истины, что Эр-Цесраэль – это вообще связано с понятием Эр-Цесла, слово Эр-Це, связано с понятием Ратсун, Ратсун Ашем, и поэтому человек может выбрать выполнять волю Всевышнего или придумать себе сам, что такое хорошо и что такое плохо. И если человек совершает эту, к сожалению, распространенную ошибку, и часто даже муссируется, как, знаете, завоевание демократии, что у меня своя правда, это даже выражается в том, что люди выдумывают факты, выдуманные новости и все такое, а кто сказал, что как ты можешь сказать, почему я должен верить в свою правду, я сам, сами с усами, у нас своя правда, то, что произошло в свое время, они умирали в пустыне, они бессмысленно ходили 38 лет по пустыне, грубо говоря, кругами, и интересно, что Ехескель сравнивает наш мир с этой пустыней, он говорит, Мидбара Амим, пустыня народов, и в некотором смысле, хотя такая вероятность очень, так сказать, почему я не могу выдумать сам, что такое хорошо, что такое плохо, приводит человека к тому, что он бессмысленно бродит по этой пустыне духовной, и там погибает, не доходит до точки воли Всевышнего, если вы думаете, в этом есть глубокая аналогия, потому что и Вилинские Гауны Баошемтов говорили, что странствие души, жизнь человека в этом мире похоже на странствие евреев по пустыне, и душа переходит, так сказать, с остановки на остановку Альпи Ашем Яханова Альпи Ашем Исау все происходит не случайно, по воле Всевышнего человек может выбирать, двигается ли он бессмысленно, или двигается ли он в соответствии с волей Всевышнего, и почему здесь сказаны дети, потому что дети наиболее духовно гибкие люди, им легче, если человек зашорен, он уже что-то выбрал, и он прожил, знаете, 50, 30, 40 лет в том, что он выбрал, ему он может это изменить, но это очень тяжело, как дерево, знаете, высокое дерево, какой-то кедр, или сосна, если оно уже выросло на 50 метров, там, 30 метров, то изменить уже это дерево тяжело, а когда это маленький росток, саженец, изменить намного легче, поэтому с этой точки зрения Маше говорит, будьте как эти дети, которые еще не знали добро и зло, не съели от этого плода в духовном плане, как бы от дерева познания добра и зла снова и не выдумывают сами, что такое хорошо и что такое плохо, а следует воле Всевышнего, и даже если вы посвятите этому 9 авгу, я думаю, это будет большой смысл, я вам еще хочу сказать, что иногда тот факт, что человек уже отмечает 9 авгу и уже скорбит, даже если он не до конца понимает, не до конца чувствует, но пытается, это уже очень большая вещь, я помню, как-то мы были, было 9 авгу в небольшой американской общине, не там, где я сейчас живу, в Малине, было немного людей, там все равно были большие окна и вокруг, знаете, кипела жизнь, все люди ходили, там ездили машины, были открыты кафе, и как бы никто вообще об этом не знал, что такое 9 авгу, и даже евреи были там, которые вообще смутно понимают, что это такое, и они пригласили какого-то знатокатора, чтобы он сказал, поддержал им 9 авгу, потому что это был трудный день, и он сказал им такую вещь, я помню, очень так медленно, с чувством, что я приехал вас поблагодарить, посмотрите, вот посмотрите в окна, сколько людей, евреев, не евреев, так сказать, жизнь кипит, никто не помнит о храме вокруг, как бы не скорбит об этом, не сидит на земле, ест и пьет, а вы сидите и вы скорбите, и это уже большая заслуга, и это уже, так сказать, много значит в глазах Всевышнего, но, конечно, мы должны это делать как можно лучше и на как можно более высоком уровне. Я думаю, что я вам дал какие-то идеи. Спасибо. Спасибо.